Нужденная швартовка у колонны. Здесь на верфи, словно в больнице, лечат старые суда. Осушил винты и временно переехал на землю московский 113. На воду его спустят теперь только в ноябре, после полной реконструкции. Это дно углубительное судно 70-го года постройки. Сейчас оно проходит капитальный ремонт. Меняют корпус, части механизмов, два двигателя и, собственно, сами черпаки, которые и производят забор грунта. А вот рядом аналогичное судно строят уже с нуля, и будет оно в разы мощнее. Последний раз суда подобного типа строились еще в советское время. Они и по сей день поддерживают необходимую глубину в водоемах. Но пришло время модернизировать морально и технически устаревший флот. А это буксир, разработанный конструкторским бюро верфи. Для строительства применялась уникальная высокопрочная сталь. Вся начинка будет тоже собственного производства. Это судно может нормально ходить в битом льду толщиной до 30 сантиметров. Вон, видите, киль или форштевень толщиной 30 миллиметров. В свое плавание с отечественных верфей за последние годы отправились 60 новых кораблей. Канал имени Москвы, например, обзавелся современными теплоходами, которые отвечают за безопасность навигации. На сегодняшний день в рамках этой программы у нас построено 6 судов уже путейских, 3 озерного класса и 3 речного класса. И начато строительство земоснаряда производительностью 250 кубометров. Мощные двигатели автоматиком. Техника работает как часы. Два раза в день экипаж проверяет все знаки и буи. На наш путейский поставили новый современный экран-манипулятор. Кстати, питерской сборки. Довольно удобен. Новинки в пассажирском флоте. 30 судов. А вот этот отправится в путешествие в ближайшие годы. Плавучий отель. Гордость судоходной компании строится на одном из российских заводов. Теплоход длиной 141 метр, вместимостью 342 пассажира. Имеет 5 палуб. Одна из них, верхняя палуба, это прогулочная, большая, где можно принимать солнечные ванны. Теплоход повезет туристов из Москвы в Санкт-Петербург. Впрочем, конкуренцию ему готов составить еще один круизный лайнер Петр Великий. К 2020 году его спустят на воду в Астрахани.